Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Наше видео называется «Ответ бездетных супругов священнику Андрею Ткачеву на пожелание в старости умереть от голода». В общем так, священник Андрей Ткачев, отвечая на вопросы своих зрителей про пенсионную реформу, высказал популярные в околоцерковной среде заблуждения о жизни при феодализме и при капитализме. Я сам себе отвечаю, у них не было пенси, смотри. А кто же их кормил? Как же они жили, когда рука уже не держит ни лопату, ни плуг, там ничего уже не держит, ни ухват даже, чтобы горшок из печи вытащить. Все уже, ножки слабенькие, ручки слабенькие, зубов нет. Кто же их кормил? Спрашиваю я сам себя. Я отвечаю сам себе, их кормили те, кого они родили. Дети их кормили и внуки. А если у них не было детей и внуков? Ручку протягивай, на паперте стой. Я думаю, о, так это интересный опыт, это же надо сейчас всем сказать об этом. А я вот так себе думаю, по-хлопски так, по-простому. Любая пенсия уже, милость Божья. А вообще хорошо бы работать как можно дольше быть в строю, честно говоря. Он Суворов в 70 лет Альпы перешел. Пенсионер глубокий, понимаешь. А его сняли с печи, как бы, заставили армию через Альпы перевезти. Там орлы не летают, а он там перешел с солдатами. И не помер, и в пропасть не свалился, не обморозился. И разбил французов, как бы, еще последнюю Викторию. Вот тебе пенсионер, понимаешь, такой. А почему, сколько покажут таких разных роликов, там, какой-то пенсионер, там, гирю тягает, еще там секцию создал в деревне, там, молодежь учит, там, это спорт. Тот, там, понимаешь, там, рыбалка, тот что-то строгает, пилит, тот пчелами занимается. Да нужно вошкаться до самой смерти. Надо возиться, трудиться, трудиться и возиться. А что ты хочешь? А какой еще иной вариант? Получить побольше денег, как бы, значит, одеть шортики и пойти на дискотеку? Смотрите. Ваша воля. Работать надо до конца. Пока движешься, работай. Дольше проживешь без врачей. Работающие люди живут без врачей и долго. Так, ладно, все, хватит про пенсию, я в ней не специалист. Якобы не надо никаких пенсий, а те, кто не родил или неправильно воспитал детей, пусть попрошайничают или умирают от голода. Как это было до революции 1917 года. У нас детей нет по медицинским показаниям. Значит, батюшка лично нам пожелал сдохнуть от голода или заняться незаконным предпринимательством, то есть попрошайничеством. В ответ на пожелание сдохнуть от голода мы, как шристиане, желаем этому батюшке стать новомучеником. Сейчас он использует религию для защиты финансовых и политических амбиций церкви, которая кормится от правящего класса, то есть крупной буржуазии. А вот бы ему принять насильственную смерть от рук восставшего пролетариата, которому эта власть не нравится. Ведь он тогда святым будет. Разве не так? Наверное. Заметьте, он нам пожелал просто сдохнуть, а мы ему желаем стать мучеником. Вот дела. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Батюшка не просто неудачно высказался, а обозначил политику церкви. Это следует из того, что он не получил за такое высказывание никакого наказания от начальства, как если бы он, к примеру, покритиковал святейшего патриарха за встречу с римским папой. Для тех, кто слишком молодой, здоровый и глупый, прокомментирую слова этого батюшки. Большинство людей еще не достигли предпенсионного возраста, но уже настолько больные, что им надо не гирю тягать, а ходить в поликлинику, как на работу. А тут еще и повышают пенсионный возраст. А думаю, что не надо там сильно планку завышать. Современный человек часто не достоин даже того, чего имеет. Если так по-серьезному, по чесноку, вот так, значит, причесать его против шерсти, да он достоин гораздо худшего. А он, понимаешь, говорит, хочу, как в Швейцарии, или хочу, как в этом самом, как на Канарах. А на Нарах не хочешь? Теперь любая домохозяйка знает, что церковь в угоду кормящей ее буржуазии против социальных выплат. И для подавляющего большинства своих прихожан церковь – это классовый враг. И они могут поступить с церковью так же, как уже однажды поступили в начале 20 века. Здесь словом «церковь» называется общественно-религиозная организация – РПЦ, а не сообщество христиан, объединенных общей верой в Иисуса Христа, как Бога и Спасителя. А сегодня мы расскажем, почему бездетные старики не умирали от голода при феодализме без всяких пенсий, и почему пенсии вдруг возникли при капитализме. Сначала объясним, что такое зарплата при капитализме. То, что мы сейчас расскажем, впервые сформулировал Карл Маркс в своей книге «Капитал». Книга имеется в интернете, как в текстовом, так и в аудиоформате. Доступна совершенно бесплатно. Всем рекомендуем с этой книгой ознакомиться. Кстати, после упомянутой пенсионной реформы в России резко возрос интерес к марксизму-ленинизму. Карл Маркс доказал, что зарплата – это восстановление способности к труду, а не что-то иное. То есть, чтобы завтра, и через неделю, и через год, и через 10 лет человек, не владеющий средствами производства, приходил к владельцу средств производства. И на этих средствах производства производил материальный продукт, материальные блага, которые принадлежат владельцу средств производства, а рабочему с результатов его труда «Русский фиг» или «Американский фак». Чтобы трудиться, как ни странно, рабочий должен быть живой, здоровый, одетый, сытый и отдохнувший. Иначе он будет плохо трудиться. Но это все про рабочего. А что про пенсионера, который не трудится? Ну, во-первых, когда рабочий знает, что в случае потери трудоспособности он будет получать материальную помощь от государства, то он будет лучше работать. Во-вторых, а кто сказал, что пенсионер не трудится? Пенсионер, он, конечно, не стоит у станка, не ходит там в офис, но он сидит с внуками, пока их родители на работе. Пенсионер лечится в поликлинике, тестирует систему здравоохранения, тестирует медицинские препараты. Сейчас вот еще придумали активное долголетие, чтобы пенсионеры ходили в ЦСО на работу и там чему-то учились, как-то развлекались. В-третьих, все социальные пособия – это плата как за лояльность к капиталистическому обществу. Чтобы люди не занимались криминалом, терроризмом, не устраивали революции, государство платит им всем социальные пособия и инвалидам, и пенсионерам, и безработным, и всем остальным, кому платит. Если пенсии вместе со всеми социальными пособиями будет не хватать на жизнь, то старики будут массово выкапывать цветы скумб, будут выращивать на дачах помидоры и продавать все это где только возможно, тем самым портя внешний вид города. Выращивать помидоры сейчас невыгодно. Это все дачники знают и прекрасно понимают. Будут выращивать мак и коноплю, и крышевать их будет наркомафия. А еще эта наркомафия будет периодически делить сферу влияния, периодически постреливая друг в друга и в тех, кто оказался случайно рядом. Ну, примерно как в Мексике. Вот об этом подумайте. Вот мое слово на пенсионную реформу. Благодарите Бога за любую пенсию, которая есть. А есть такая ситуация, что люди не работали, а получают пенсию солидарно. И у нас пенсия солидарная. Получает и тот, кто работал, и тот, кто не работал. По-разному получают, но получают. То есть не дает государству умереть человеку. Поэтому государству выгоднее платить достаточные для жизни социальные пособия, выгоднее, чем бороться с последствиями, если их не платить. Вот заодно ответ на вопрос, что может сделать пенсионер государству и обществу. Деградируя сам, он разрушает и общество. Ну и сразу же, как только возникают недовольные, появляется политическая сила, которая использует эти недовольства для борьбы против существующей власти. Это и сейчас хорошо можно наблюдать где-нибудь, например, на Украине. Или, как это происходило в древности, тоже можно наблюдать, изучая историю. Кстати, надо объяснить тем, кто насмотрелся и начитался фантастике в стиле антиутопия, почему бы капиталистическому государству для стариков не ввести принудительную эвтаназию. Типа, как возраст подошел или здоровье кончилось, так сразу укончик, то есть летальная инъекция, и никаких пенсий не надо. Так, как, например, в романе Ивана Ефремова «Час быка». Ну, во-первых, как ни странно, старость и болезни приходят не мгновенно. И если какой-нибудь водитель тяжелого грузовика понимает, что скоро он уже не пройдет медкомиссию и отправится на утилизацию, то что его остановит от того, чтобы на этом грузовике специально въехать в толпу людей, все равно же умирать скоро. Или еще интереснее, в роскошный автомобиль какого-нибудь государственного чиновника. Тоже вариант. То есть может получиться массовый терроризм. В России накануне революции 1917 года такое было. То есть когда бедные или недовольные социальной несправедливостью люди массово взялись убивать богачей и чиновников. И это было очень плохо и для государства в целом, и для каждого живущего в нем человека в отдельности. Как для бедных, так и для богатых. Мы понятно объяснили, почему при капитализме платят пенсии и прочие социальные пособия. Платят, потому что это выгодно. Платить пенсии при капитализме выгоднее, чем бороться с тем, что будет, если их не платить. Точно. Батюшка еще спрашивает, на какую пенсию жили старики в XVIII веке и раньше. И сам себе что-то отвечает. И совершенно неправильно. Вероятно, плохо в школе историю изучал. И я сам себе отвечаю, у них не было пенсии, смотри. А кто же их кормил? Как же они жили, когда рука уже не держит ни лопату, ни плуг, ничего уже не держит, ни ухват даже, чтобы горшок из печи вытащить. Все уже, ножки слабенькие, ручки слабенькие, зубов нет. Кто же их кормил? Спрашиваю я сам себя. И отвечаю сам себе, их кормили те, кого они родили. Дети их кормили и внуки. А если у них не было детей и внуков? Ручку протягиваю, на папе артистой. Я думаю, о, так это интересный опыт. Это же надо сейчас всем сказать об этом. Тогда был вообще-то не капиталистический, а феодальный строй. Ну, а да, на самом деле, а зачем при феодальном строе пенсии? Надо для начала объяснить батюшке и всем, кто думает так же, как и он, Что такое феодальный строй? И как про нем живут люди? Ну, если в самых общих чертах, то все в феодализме основано на землевладении. Часть земли принадлежит привилегированным сословиям, аристократии и духовенству. Зачем пенсия тем, у кого есть стабильный доход от землевладения? А может быть, батюшка говорил про крестьян вообще? А с крестьянами еще проще. А зачем деньги тому, кто ведет натуральное хозяйство? Крестьянская община совместно владеет землей и производит все то, чем она и питается. Производит в основном продукты питания, ну и одежды немножко, и какие-то еще ремесленные изделия. Имеет местное самоуправление, которое распределяет средства производства между семьями и результаты труда между всеми. В том числе и от платит централизованно все налоги и сборы. Все налоги и сборы ведутся непосредственно все расчеты с крестьянской общиной в целом. Крестьянская община, а не государство, заботится о своих нетрудоспособных членах. Если в семье много мужчин, то им действительно община даст много земли. На этой земле, если все будет хорошо, они могут действительно вырастить очень-очень много урожая. Но и урожая этого община заберет у них тоже очень много. А вот если случится неурожайный год, то чем всех этих тружеников кормить? Многодетность выгодна только в том случае, если семья обеспечена жильем и едой или работой, которая дает это жилье и еду. В противном случае выживать легче по одному, так как больше мобильность. Кстати, одна из причин революционной ситуации в России в начале 20 века это малоземелье крестьян. То есть, детей у всех нарожалось и правда много, а количество земли в общине то же, что и 200 лет назад. А тут рядом помещи и церковные земли. Вот бы их забрать и отдать тем, кто землю обрабатывает. Основная причина революционной ситуации нерешенный земельный вопрос. А, и не только он. Надо бы еще на самый глупый вопрос ответить, а зачем этой крестьянской общине содержать нетрудоспособных стариков? А потому что только современный городской житель считает, что в крестьянской общине старики были обузой. Вообще-то старики это элита умственного труда. Они же не за морщины, самые уважаемые люди были старики единственный источник информации о том, что было лет 10, 20, 30 назад. А еще тот, кто старый и больной, знает, что и чем лечить. Вся народная медицина это творчество якобы нетрудоспособных стариков. Ну, естественно, потому что у кого-нибудь там ребеночек заболел, плачет, кричит, сразу бегут какой-нибудь старухи. которые там подумают, вспомнят, ага, 30 лет назад тоже нечто подобное было, также ребенок плакал, кричал, вот таким вот отваром его вылечили. Или не вылечили. Можно попробовать. А вариантов больше никаких нет. Медицины нету. Другой. А если есть, то она бы не проехала в деревню. Вот, кстати, если бы батюшка интересовался, сколько жили люди и от чего умирали наши предки, то он бы с удивлением узнал, что бездетных стариков до эволюции было довольно много. Потому что в традиционном обществе чем моложе, тем больше шансов умереть. Больше всего умирало детей. Женщины молодые умирали в основном от родов. Мужчины умирали от ран, от иных последствий тяжелого физического труда и погибали или становились инвалидами на разных многочисленных войнах. Батюшка, вы не правы. До революции не дети содержали стариков, а их содержала крестьянская община. Или они жили на доходы от землевладения. А после революции к власти пришли рабочие и крестьяне и проводили политику выгодную, как ни странно, рабочим и крестьянам. Рабочим и крестьянам выгодно, чтобы на старости лет получать пособие от государства, которое они защищают, на которое они работают. И причем, чтобы это пособие было как можно раньше и как можно больше. В общем-то, на то и диктатура пролетариата, что государство в первую очередь защищает интересы трудящихся, а не буржуазии, духовенство или еще кого-то. Потому что просто современному человеку страшно подумать, чтобы его кормили внуки или дети. Потому что они либо не рождены вовремя, ну просто не рождены из эгоистических соображений, либо плохо воспитаны в подавляющем большинстве. А вот меня интересует, как хотя бы чисто теоретически хорошо воспитанные дети будут содержать старости своих родителей, если заработа, согласно Карлу Марксу, это плата за восстановление собственной трудоспособности, а если трудиться и при этом кого-то содержать, снижается работоспособность. А еще при капитализме есть такое явление безработица. То есть, чтобы хорошо воспитанные дети могли содержать хотя бы себя самих, им надо получить сначала работу, а количество рабочих мест ограничено интересами мирового капитала. Мировому капиталу выгоднее создать эти рабочие места там, где дешевле рабочая сила. Например, в Китае, в Индии или в Африке. То есть, этим хорошим детям, чтобы содержать своих родителей, надо ехать в Индию. Если они поедут в Индию, то там они будут получать высокую зарплату по меркам Индии, но это будет меньше, чем прожиточный минимум оставшихся в России стариков. Ну, и теперь самое главное. Почему одинокие бездетные старики не умирали и не будут умирать от голода? Конечно, шанс такой смерти есть у всех, но у одиноких бездетных стариков он и сейчас, и раньше был меньше. Для этого расскажем, как происходила смерть от голода раньше и как она случается сейчас. Ну, раньше, допустим, случился неурожайный год и сразу дефицит основного продукта питания зерна. Разумеется, душегубы помещики сразу весь стратегический запас зерна продали, потому что у них у самих имения заложены, им самим надо платить кредиты, а тут такая удача подвернулась. Можно дорого продать имеющееся зерно. Ну, так еще бы не продать. Цены на зерно резко взлетели, а просто ледяны пусть выживают как умеют, их и так слишком много. Ну, и вариантов выживания немного. Пойти в разбойники и умереть где-нибудь на виселице, меньше есть, ослабнуть и ближайшей зимой умереть от какой-нибудь пневмонии или начать есть то, что съедобно, но только условно съедобно и умереть от отравления. Например, добавлять в хлеб солому, сено, кору, опилки. Сторонники альтернативной медицины ошибочно полагают, что это делать, чтобы улучшить хлеб. На самом деле, его просто бодяжили, чтобы из меньшего количества зерна получилось больше хлебушка. А вот какой-нибудь бездетный старик в этой ситуации знает, где найти альтернативную пищу. Какие-нибудь там ягоды под снегом или лечебную траву на что-нибудь съедобное обменяет или где-нибудь папа прошайничает. Ему одному требуется мало еды, а поэтому достать ее проще, чем накормить большую семью. Сейчас такое не грозит. Крупы и хлеба делается много. Стоит это все дешево. Сейчас тоже можно умелеть от голода, но уже в другой ситуации. Не из-за того, что не урожай или нет денег, а из-за проблем с доставкой еды. Например, если война или стихийное бедствие, или сам забрался куда-нибудь, например, в тайгу или на необитаемый остров. Или еще вариант, вот реальная ситуация в городе. Мужик пошел в магазин, поскользнулся, упал, стукнулся головой и умер. Он жил вдвоем с матерью, которая лежачая после инсульта. Сын домой не вернулся, мать умерла от голода. Ужасно. А представь, что та же бабка жила бы в доме престарелых, где, во-первых, люди живут кучно, и если кому-то станет плохо, сразу вызовут помощь. А во-вторых, оказывается регулярная помощь профессиональными медицинскими и социальными работниками. Европейские старики давно поняли, что при проблемах со здоровьем удобнее и безопаснее жить в соответствующем казенном учреждении. Это та же самая ситуация, что выгоднее крупное сельскохозяйственное предприятие, чем если каждый будет копаться с деревянным плугой и мотыгой на своем маленьком клочке земли и что-то там выращивать. Ну допустим старик воспитал детей и они нашли хорошую работу и тогда эти взрослые дети будут находиться на своей любимой работе наверное еще и живут отдельно со своими семьями но никакую помощь они смогут оказать в случае внезапно возникшего инсульта или сердечного приступа. Ну наверное денег дать на платного соцработника если конечно таковые остались после уплаты кредитов. скорее всего денег не осталось потому что еще раз напоминаю зарплата хватится для восстановления трудоспособности а не для содержания кого-то еще. Мировому капиталу выгоднее чтобы обслуживанием нуждающихся социальной и медицинской помощи занимались специально обученные профессионалы а не родственники дилетанты причем в ущерб работе. Потому что современный социальный работник это не тот кто за руку водит слепого или хлеб жует для безумова а специалист который разбирается в медицинских препаратах и в средствах индивидуальной реабилитации. Современную инвалидную коляску элементарно сломать если неправильно поднимешь. Таким образом во всех своих утверждениях батюшка Андрей Ткачев не прав. Однако мы благодарим его за формулировку проблемы. Не высказался бы он так мы бы не записали это видео. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьеведы любители Лена Магадан и Колен Платков. До встречи в следующих видео. Подписывайтесь на наш ютуб канал Платочек ставьте лайки пишите комментарии. А священнику Андрею Ткачеву многое лето мы его любим как нашего оппонента. И как просто священника. До свидания до встречи в следующих видео. Спасибо. Спасибо. Пока!